Добрый день! С новостями к этому часу. Алия Битова. Коротко о главных событиях дня. Солдат-срочник погиб во время учений в области Абай. По данным Министерства обороны, несчастный случай произошел из-за нарушения мер безопасности. В результате чего солдат срочной службы Аягодского гарнизона получил смертельную травму. По факту назначена служебная проверка и возбуждено уголовное дело. Виновные и должностные лица понесут соответствующие наказания в рамках Уголовного кодекса и дисциплинарного устава. Вооруженные силы выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Родным будет оказана вся необходимая помощь. 9 лет тюрьмы получил остончанин, чуть не убивший мужчину, за пачку сигарет. Приговор, вынесенный судом, вступил в законную силу. Напомню, инцидент произошел в конце прошлого года в одном из столичных ночных клубов. Осужденный, будучи в алкогольном опьянении, попросил у потерпевшего закурить. Получив отказ, он беспричинно нанес 10 ножевых ранений в жизненно важные органы. Как рассказали в прокуратуре, подсудимый не признавал свою вину до последнего, однако в ходе следствия его преступные деяния подтвердила женщина, которая стала свидетелем потасовки. В Петропавловске жители многоэтажки задыхаются от нечистот. Жилье специально построили для социально уязвимых слоев населения. Жильцы получили долгожданные ключи в декабре прошлого года, но жить там оказалось невыносимо. Подвал многоэтажки заполнен канализационными стоками, из-за чего образовалась плесень и держится едкий запах. На месте побывала наш корреспондент Нургулялина. В Северном Казахстане в декабре сдали в эксплуатацию 6 арендно-коммунальных многоэтажек, но все они, по словам жильцов, оказались с серьезными проблемами. В одном из них и вовсе подвал заполнен канализационными стоками уже не первый месяц. Карлгаша Дасбаева переехала сюда из Шимкента. Мать шестерых детей говорит, что жить здесь невозможно, а местные власти не торопятся решать проблему. Вот у меня старший инвалид, мы с этим дышим. И на улице, мы вот на пятом этаже, все равно на пятом поднимается вот этот запах до пятого этажа. Это вредит здоровью, у кого-то астма, у кого-то этот, у меня вот ребенок вот дышит, кашляет. Фарида Жусупова, сирота, тоже получила квартиру в этом пятиэтажном доме. Она ждала в своей очереди 14 лет, но радость после новоселья длилась недолго. Практически сразу после заселения жительница начала замечать множество недочетов. Полгода еще не прошло, как мы здесь проживаем. И у нас уже вот такие проблемы с домом. Получается, в подвале вода, разрушается вот этот вот плинтус вокруг дома. Он в плесени, зеленый. При малейшем прикосновении он осыпается, запах септика в доме. Жители согласны решить эту проблему самостоятельно. Но у них связаны руки, потому что жилой объект находится на балансе ЖКХ. В свою очередь представители Акимата ответственные. Поэтому вопросы говорят, что коммунальные службы уже приступили к работе. Из-за увеличения нагрузки на работу насосной станции, два насоса вышли из строя. На сегодняшний день весь необходимый материал уже заказан. Сейчас, из того момента, как вышли из строя оборудование, с того момента производятся работы по откачке коммунальными службами, так и даже РСУ, очистенные. Работа будет продолжаться до того момента, пока не перезадут насос и установят. Точные сроки устранения проблемы местные власти не уточнили. Люди надеются на положительный исход, но молча сидеть не будут. Стоит отметить, что по всей стране поступают жалобы на низкое качество жилья, предоставляемого для социально уязвимых слоев населения. Нургулялина, Асар, Ербулан, телеканал Алматы из Североказахстанской области. Североказахстанской области стажем в области лорзаболеваний. Женщина специализируется на таких недугах, как фаренгит, отит, гайморит, острые и хронические болезни, а также проводит разный спектр оперативных амбулаторных вмешательств. Уникальная операция – это, конечно, кохлеарная имплантация. Мы уже выполняем их где-то лет 10. Это уже стало у нас за год, мы выполняем до 130 операций. То есть глухим врождённая глухота у детей и полностью глухие взрослые. Профессор до сих пор помнит свою первую операцию. После семи лет обучения в мединституте свою трудовую деятельность она начала в областной больнице. Там она служила в санавиации, оперировала по 9-10 человек, удаляла им нёбные миндалины. А сейчас под её руководством проводятся разновидные хирургические вмешательства. Мы выполняем все операции по возвращению слуха. Это тимпанопластика, радикальная операция, реконструктивная операция на полости уха. То есть по возможности возвращаем всех слух. Это не всегда, конечно, это очень тяжёлая микрохирургическая вмешательность. Я бы сказала, что наш труд уже где-то проявляется на практике, у нас нет внутричерепных осложнений. Помимо работы врача, Саулета Укелева обучила свыше 20 кандидатов и докторов наук. Она до сих пор проводит консультации для врачей больницы. Не бывает простых операций. Это морально тяжёлый рабочий процесс, утверждает врач. Стоит отметить, что на сегодня пятая городская клиническая больница полностью оснащена материально-технической базой. Здесь проводятся разноуровневые операции. Амина Устинова, Жаслов Слеперген, телеканал Алматы. Порядка 150 корейских компаний представили свои товары на бизнес-выставке в Алматы. В рамках ежегодного мероприятия по укреплению двустороннего партнёрства предприниматели обсудили расширение экономического сотрудничества. В прошлом году товароборот между Казахстаном и Южной Кореей достиг 6 миллиардов долларов США. В этом году цифру намерены увеличить. На встречи бизнесменов побывала Адель Акжаркенова. Выставка корейских товаров K-Lifestyle in Kazakhstan в этом году собрала 140 южнокорейских и более 300 казахстанских компаний. Также в онлайн-режиме принимают участие 500 местных и 100 зарубежных фирм. На мероприятии представлена корейская продукция в широком ассортименте продукты питания, напитки, косметика, БАДы, медицинское оборудование, одежда и многое другое. «Наша компания производит товары для косметологии и индустрии красоты. Мы впервые участвуем на выставке в Казахстане и представляем свой продукт. Надеемся, что благодаря этой площадке мы сможем наладить взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами». Помимо возможности показать свою продукцию, представители корейских компаний получат возможность напрямую познакомиться с казахстанскими покупателями и продавцами, обсудить условия поставок, цены, заключить договоры и приобрести первые партии товара. «Мы уже представлены в небольшом количестве в Казахстане, в основном в Астане. И сейчас бы хотели работать с более крупными компаниями, которые готовы, например, выйти уже на офлайн-точки, магазины. И поэтому мы надеемся найти эксклюзивного представителя, который будет нас официально представлять в этой стране. И поэтому будем». А сегодня и завтра состоится выставка B2C в формате ярмарки, где казахстанские компании представят южнокорейскую продукцию для жителей и гостей Алматы. Также пройдет ежегодный и самый масштабный фестиваль «Кей-Поп Стар Кейзет», который объединит вокруг себя более трех тысяч любителей кей-поп-музыки. Аделья Кжаркенова, Мирам Исабеков, Телеканал Алматы. Сокращение сроков рассмотрения запросов СМИ госорганами с 7 до 5 дней и установление срока исковой давности. Эти новшества, внесенные в законы о масс-медиа, обсудили сегодня участники конференции, посвященной проблемам и развитию рынка СМИ и рекламы. По словам вице-министра культуры и информации Каната Искакова, ряд нововведений, такие как повышение статуса журналистов и переход от госинформзаказа к грантовому финансированию являются прогрессивными идеями и дадут новый импульс развития отрасля. Вся продукция, которая произведена на государственные деньги, остается в собственности того или иного средства МОСИ. Соответственно, они могут его продавать и зарабатывать. То есть мы не только даем деньги на контент, но и даем возможность заработать. Второе у нас, поскольку это грант и финансирование, оно не ограничено одним годом. Оно может быть 2-3 года. То есть мы увеличиваем. Вторая часть конференции была посвящена вопросам развития рекламного рынка и тенденции телевизионной рекламы. В частности, вводятся ограничения по рекламированию букмекерских контор среди отечественных СМИ. Реклама букмекерских контор разрешена на специализированных спортивных сайтах и на телеканалах, которые осуществляют прямую трансляцию спортивных событий международного уровня. Таким образом, мы максимально сэкономили, смягчили негативный эффект, который может наступить при сокращении рынка рекламы. Открытие трудового сезона отрядов Жасл-Ель прошло в Алматы. Цель проекта – временное трудоустройство молодого поколения и сохранение чистоты города. В честь открытия сезона для жасл-елевцев организовали крупный концерт. В течение всего лета студенты и школьники будут очищать мегаполис от мусора, заниматься озеленением и другими общественно полезными работами. В этом году в рамках проекта трудоустроят более двух тысяч студентов и школьников. С начала июня уработают уже 700 человек. Заработная плата составляет 85 тысяч тенге. Также для студенческой молодежи национальные университеты доплачивают дополнительно в среднем 100 тысяч. У нас сегодня стартовал 20-й сезон Жасл-Ель трудовых отрядов. У нас в этом году также по плану 2000 человек трудоустроить в рамках Жасл-Ель. Основной, ну, в этом году акцент мы делаем на воспитании экологического сознания. Проект Жасл-Ель – очень хорошая возможность для студентов. Во-первых, мы получаем заработную плату. Во-вторых, проживание в общежитиях бесплатное, и мы можем совмещать две работы, так как рабочее время составляет 4 часа. Помимо этого, я рад, что молодежь помогает расцветать нашему городу. Это вся информация к данному часу. Более подробно о событиях дня смотрите в 19.30. Оставайтесь с нами. Подробно о посмотреть на кольцо. Редактор с миссё – это мыслятый год.